Здравствуйте, уважаемые друзья! Иногда для достижения определенного художественного замысла необходимо обесцветить человека на фотографии. Сегодня я вам покажу, как это можно легко и быстро сделать. Я для образца взял три фотографии. Вот такую. Следующее изображение и следующее. С различной степенью сложности эти изображения. В том плане, что видите, здесь довольно-таки еле-еле человек проступает из-за листвы. Здесь кажется, что листва и волосы в одной тональности находятся. Вот эта фотография всех легче, наверное. Дело в том, что этот способ заключается в том, что при формировании цвета человеческого образа на изображении, как вы знаете, принимают желтые и красные оттенки, такие теплые, да? И мы этим воспользуемся, да? Вот. Особенно этот способ хорошо получается, когда у нас фотография, например, на фоне зелени, на природе и так далее, да? А способ работает очень просто. Я делаю копию слоя. Затем иду в пункт меню изображения и иду в функционал внешний канал, да? И затем вот здесь в канале я выбираю красный и в принципе все. Кстати, необходимо также правильно выбрать наложение. Дело в том, что когда вы во внешний канал первый раз зайдете, допустим, вы захотите то же самое сделать, да? То у вас здесь будет стоять по умолчанию умножение. Если будет стоять умножение, вы получите просто определенную тонировку, да? Но если вы захотите, чтобы у вас человек обесцветился, да? Вам нужно будет взять значит светлее. Вот. Или попробовать другой. Например, замена светлым примерно похожий результат дает, но наверное он у нас тусклый получается. вот светлее самое то. Пожалуйста, у нас человек черно-белым стал, да? А вся окружающая среда стала зеленым. Ну, не совсем зеленый цвет, вернее зеленый, но не так, как на оригинале, да? Конечно же, здесь надо будет для того, чтобы вернуть окружающей среде более естественный оттенок, применить маску, например, да? И просто черной кисточкой с большими, ну, большого размера, вот. можно непрозрачности ему дать, мягкости придать. Хотя, смотрите, я открываю листву, да? И она остается в принципе такой же, ничего не меняется. Но, тем не менее, вот так вот открыть можно. Ну, как вы видите, способ сработал очень быстро. Теперь давайте попробуем это же сделать на другой фотографии, да? Поступим точно таким же способом. я создаю копию слоя, иду по меню изображения внешний канал, здесь я в канале вместо RGB выбираю красный, и, собственно говоря, у нас все получилось. Видите, наложение светлее. Вот этот момент вы не упускайте, пожалуйста, потому что по умолчанию здесь стоит умножение, да? Вот, нам надо выбрать светлее. Конечно, здесь тоже придется, наверное, по маске поработать, чтобы открыть более естественную листву, да? Но, смотрите, видите, у нас портрет человека получился сразу черно-белым, и не надо каких-то дополнительных здесь действий производить. Ну, давайте, в принципе, сделаю я маску слоя, возьму кисть черного цвета, уменьшу ей размер, вот, и вот так вот, просто вот так вот небрежно подкрасить, все, да, и мы получим, в принципе, быстро созданный черно-белый портрет на цветном фоне. Согласитесь, метод очень удобный и быстрый. Ну, и давайте на последнюю фотографию я тоже самое сделаю. И посмотрим, как вот на этой фотографии, ну, уже более сложно это все получится. Ну, вы, наверное, догадываетесь, что получится нормально, потому что, видите, у нее волосы рыжие, и на коже лица тоже вот эти вот желтые и красные оттенки принимают участие, поэтому, если мы создадим копию слоя, пойдем во внешний канал, здесь, в канале я выберу красный, в принципе, все готово. Видите, наложение светлее. Кстати, вы для достижения каких-либо эффектов на различных фотографиях можете пробовать различные режимы смешивания. Вот, я заметил, что светлее подходит и замена светлым. Но, если вы хотите добиваться каких-то интересных результатов, вы можете попробовать различные варианты смешивания слоев и будете получать интересные результаты. Это я вам гарантирую. Я оставляю светлее, нажимаю ОК. И таким же образом я могу применить маск слоя и по маске слоя могу вот эти вот цветочки подкрасить, да, чтобы вернуть им естественно хотя, в принципе, ничего менять не надо, все у нас получилось. Итак, я думаю, вам этот способ понравится. Назовем его так, как быстро перекрасить, вернее, обесцветить человека на цветной фотографии. Буквально за два-три клика мышкой у нас все это получается. Ну, а я с вами прощаюсь до следующих интересных уроков. Все вам доброго. С вами был Александр Семенов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok